Итак, бич из США задонатил 120 рублей по, так сказать, сниженной ставке, значит, с текстом «Осторожно, Маклауд». Аж целых два видоса можно будет сейчас посмотреть. Ну, посмотрим, куда деваться, значит, с текстом «Путин троллит россиян». Ну, сами знаете, ребята, лайк, подписка, комментарий. Спасибо, что заходите на стримы, донатерам самое большое спасибо. Посмотрим. Ну что ж, снова всех диктотально приветствую, вот. Небольшое видео такое. Знаете, я выяснил, что, оказывается, Путин – это знатный тролль. Давайте посмотрим. Путин, в России доля среднего класса, уверенно, выше 70%. Ну да, такую новость не нашел. Ну, можете подумать, что это фейк какой-то, но нет, нет. Я даже нашел видео. Давайте послушаем нашего президента. А вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в... Ну вот сам Путин даже подтверждает то, что средний класс в каждой стране разный. Так. И бедняки в каждой стране тоже разные, правильно же, да? Потому что наш средний класс по Путину получается беднее, чем бедные в США. Вы понимаете это? Сейчас давайте слушаем. Средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11-280, по-моему. То есть он даже не помнит, какой в стране, да, минимальный размер оплаты труда. А нахуя ему это помнить надо, лол? То есть президент. Президент, ну, по-моему, он как бы сомневается. Еще, может быть, и не столько, да? Может, не 11-280. А зачем ему точно помнить, блядь? Может, какая-то другая сумма. Он не помнит, да, президент страны. Блядь, это что за клоун? Вот, блин. Это что за клоун-то такой? Да, ебать. Маклауд, давай прежде, чем ты будешь кого бы то ни было, вообще любого политика, блядь, даже Жириновского, прежде чем ты будешь называть клоуном, ты просто, не знаю, попробуешь в зеркало посмотреть. Ой. Блядь, это троллинг такой, я не понимаю? Вот что это такое? Нет, ну, то есть, получается, я, получается, я, да, оказывается, средний класс, ну, был, по крайней мере, да, то есть, я вот сейчас устроюсь почтальоном, да, на каким-нибудь, ну, или грузчиком тем же, и тоже буду средним классом. Ну, как бы, Путин же врать не будет, правильно? Ну, блин, это же пиздёж, да? Это же пиздёж. У нас в стране... Ну, кстати, в Санкт-Петербурге минимальный размер оплаты труда 19 тысяч рублей, так что нет, Маклаут, надо где-то тысяч 30 зарабатывать. В стране, в России, да, ну, процентов 60 населения, это нищие и бедные, это нищие и бедные, какой там средний класс, ну, ну, если так по Путину судить, да, то у нас средний класс даже не дотягивает до бедняков в Штатах, серьезно. Да, опять же, ну, Путин не будет ввыгать, он же херни не... По оценке Всемирного банка, российский средний класс определяется как домохозяйство, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности, доходы ниже прожиточного минимума. Угу. По расчётам того же Всемирного банка, среднемесячный доход при столице среднего класса мирового уровня начинается с 3500 долларов. Так, и к данному классу можно отнести не более 8% от населения мира. Доход в год или в месяц? Ну, хотя да, в год это мало. Ну-ка разделить на 12. Ну, кстати, так, ну, некоторые, наверное, так и зарабатывают, 23 штуки получается. Угу. Потому что не написано, в год или в месяц всё-таки. Типа, если 3500 долларов в месяц и столько зарабатывает 8% населения Земли, ебать, не так-то плохо. Так. Блядь, тут вообще ничего об этом нет. То есть, короче, педивики как-то непонятно. Ссылается. Угу. Так, в марте сообщил президент, бла-бла-бла. Исходит из методики Всемирного банка. Угу. Ну, что тут сказать? Я тогда вообще богач, наверное. Я прям какой-то супер средний класс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну, в принципе, такая риторика имеет место быть. То есть, другой вопрос, что хуёво очень живётся на зарплату среднего класса. Даже на 30 тысяч рублей питерские. Жить, если у тебя, допустим, да даже если есть жильё, на 1000 рублей в день. Ну, как бы, блядь, так. Ну, такое. Такое себе. Соответственно, всё-таки средний класс подразумевается, что это, ну, прям, ну... Хотя хер его знает. Ладно, что дальше? Скажут. Вот мне непонятно, троллинг такой, что ли? В этом году. Так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много. Средняя? Так зачем средняя? Вот я не понимаю, что за средний показатель такой, ну? Зачем средняя? А зачем тебе тогда средний класс? А что это за средний показатель? Почему тебя вообще волнует средняя? Мне интересно. Чё это средняя, блин? Вот опускаешься на днище, да, то есть, к сожалению, но большинство населения там находится, да? Вот в нищету, в бедность, то наверх там, из этого уже сложно выбраться самому, а то и невозможно. Я же выбрался. Самому из этого говна не выбраться. Я выбрался, вот, практически сам. Практически. Опять же, в Прибалтике, да, в Прибалтике, которая долгое время находилась под оккупацией Ставка, как бы, там уже минималка выше. Под оккупацией Ставка, в которую она попала после оккупации фашистской Германии. Чем у нас? Этот потешный мрот, на который ссылается Путин. Так мрот, это полная хуйня. Это минимальный размер оплаты труда. Каким хуем минимальный размер оплаты труда вообще показывает качество, блядь, страны, качество экономики в ней или еще там что-то? Как вообще это, блядь, связано? Минимальный размер оплаты труда — это минимальная сумма, которую я могу платить, если я нанимаю кого-то на работу. Типа, меньше мне вот просто законно нельзя. Это, блядь, чё вообще, чё хорошего в том, что в Прибалтике выше минимальный размер оплаты труда. Это хорошо для бомжей, которые, блядь, работают супермало, и при этом им нельзя по закону платить меньше, чем вот столько-то. Или которые хуёво работают, мало работают. Бомжам заебись. И то не всем, потому что если высокий минимальный размер оплаты труда, то нахуя тебе нанимать, предположим, если минималка 10 тысяч рублей, то ты, бля, можешь за 30 тысяч нанять себе трёх сотрудников, ебать. Трёх сотрудников можно нанять, если я вот предприниматель. Я найму троих, у них у всех будет какая-никакая работа, если, например, это ещё и в ПГТ в каком-нибудь они работают там. Вот я найму себе трёх кассирж по 10 тысяч рублей в свою пятёрочку, клиенты довольны, потому что я не поднимаю цены на продукты, я доволен, потому что я всего 30 тысяч трачу, и они довольны, потому что у них есть работа суперпримитивная, по сути дела, и вот они работают. Если минимальный размер оплаты труда 30 тысяч рублей, то в этой ёбаной пятёрочке я найму одного человека работать на кассу, одного. Клиенты недовольны, потому что, блядь, очередь будет выстраиваться в одну кассу. Я недоволен, потому что, блядь, я не могу сделать там удобнее ни для клиентов, ни для хуентов, а если, блядь, я смогу, то мне придётся тратить больше денег. И две бабы, там, или два чувака, которые могли бы быть кассирами, тоже недовольны, потому что, сука, блядь, вот минимальный размер оплаты труда, и хуй соси. Чё, блядь, хорошего в том, что минимальный размер оплаты труда высокий? Нихуя хорошего. Это как раз, блядь, показатель не качества экономики, а леволиберального безновства. Это показатель того, насколько ебучие леваки, которых, блядь, как раз вот в СССР должны, зная последствия всего этого левачества, зная последствия Советского Союза, нужно ненавидеть это левачество. Нужно стремиться как можно дальше от него. Нужно, чтобы минимальный размер оплаты труда был, блядь, ноль вообще рублей. Чтобы максимально экономики, ну и так, на самом деле, в России весьма для, действительно, для предпринимателей, для малого бизнеса, да вообще для бизнеса очень такие, ну, очень хорошая свобода есть. Но, на самом деле, можно было бы и дальше уходить. Просто тогда бы с волота всевозможная, блядь, вообще на говно бы и зашла. Так что можно сказать, Путин хорошо держит баланс. Типа с волота вроде Маклауда, если сделать минимальный размер оплаты труда, блядь, пять тысяч, они же вообще тогда, блядь, типа, ну, ну, и как бы на самом деле надо признать, что меньше десяти тысяч платить в месяц человеку, это уж прям, ну, тоже, да. То есть за полный рабочий день это тоже, наверное, ну, уж как-то прям совсем свинство. То есть вот это самая такая нормальная цена, самая абсолютно вот нормальная, правильная сумма минимального размера оплаты труда, логичная, здоровая, мудрая и, блядь, прекрасна. Ни в коем случае ее не надо поднимать. Вот. То есть, блядь, пусть люди знают, что если ты хуёво работаешь на дебильной работе, ты можешь получать десять тысяч. Если человек понимает, что, блядь, на десять тысяч жить, может быть, и можно выжить, но это будет хуёво, это не жизнь, это существование. И человек, понимая это, будет идти, сука, не все Маклауды будут оставаться дома, потому что, блядь, ну, Маклауд, всё, он конченый, потерянный человек. Бомж и долбоёб, как говорится, да, как он сам даже согласился в итоге с этим, в одном из донатов. Он так и будет дома сидеть и рассказывать что-то. Ну, всё, ну, с ним ничего не сделаешь, пусть получает десять тысяч. В Питере и то он двадцать будет получать, если пойдёт работать, в конце концов. Ну, вот, блядь. Пусть живёт, как живёт. Но если человек имеет пару извилин в голове и может подумать, так, десять тысяч — это хуйня. Нельзя работать на самой бомжатской работе. Значит, мне нужно жопу на уши натянуть, но найти работу, за которую мне будут платить сорок. Если человек дальше заходит, он думает, блядь, да как можно нахуй жить на сорок тысяч, на шестьдесят тысяч, там, если он хочет сто, двести, триста, то он идёт и, блядь, хуярит. Он делает бизнес, он делает какие-то суперневозможные там вещи, какие-то книги начинает писать. То есть он вот всё, делает продукт, он пытается работать на западный рынок, он, не знаю, экономику изучает, всё что угодно. Идёт и, блядь, становится лучшим. И получает, то есть в России вообще, в принципе, возможно ли получать в России именно даже зарплату? Я не говорю открывать своё дело, я не говорю быть фрилансером, я не говорю быть популярным даже. То есть понятно, что популярные люди в России могут фармить в месяц, там, миллион, несколько миллионов могут, да, там, соответственно. Топовые бизнесмены, конечно, тоже миллион получают. Именно честные люди, можно быть честным человеком и иметь доход, миллион в месяц, там, личный доход, да, запросто, можно. Все топовые ютюберы, я думаю, у них там по миллиончику-то, наверное, есть, вот. Вот, все какие-нибудь топовые артисты тоже, там, гонорары получают, там, 400 тысяч за один концерт. То есть если у тебя билеты стоят, там, по косарю, ну да, пожалуйста, запросто. Если спрос есть на это, то почему бы не получать 400 тысяч? Всяким Элджеям, Федукам, да? Вот, можно ли, вот, ребята, как вы думаете, напишите в чате, можно ли получать зарплату, даже зарплату, можно ли в России получать 300 тысяч рублей? Давайте даже 400, 5000 долларов, можно ли получать в России? Это вообще, в принципе, возможно, в России получать зарплату 5000 долларов в месяц. Просто как вы думаете, да или нет? Хоть кто-то получает такую именно зарплату. То есть может ли это быть? Или это невозможно? То есть такого не бывает. Ну, прям честным способом, честным способом, как вы думаете, можно ли получать 5000 долларов? Вот прям напишите, как думаете вы, а потом я скажу, что думаю я. Мрот вас бы не подняли до 12К? Ну, 11,280 нормально и так, мне кажется. Директорам своей жопы нужно устроиться. Да, конечно, да. Конечно. Жить хуёво, довод до него миллион раз пережёванной, жизнь от этого заебись не станет. Есть ли в России работать с такой зарплатой? Вряд ли такое бывает. Нет, с зарплатой. Вот именно, то есть понятно, что владелец там пары лавок с шаурмой, он может, то есть легко вообще может иметь 200 тысяч. Вот, то есть, ну, более-менее там, не знаю, какой-нибудь, то есть, там, предприниматель, я думаю, 200 может иметь. Ну, у Фреда же есть там, допустим, 200. То, что он преподает гитару. Ну, я думаю, и побольше может быть в месяц. А вот зарплата может быть. Ну, в общем, давайте досмотрим Маклауда. Хотя, наверное, нельзя забудуть, что это, блядь. Может, ребята, может. Может. Есть такие работы. То есть, вот, я не знаю, программист, я думаю, может получать. Именно работать и получать. То есть, работать на кого-то и получать 300 тысяч. Какой-нибудь очень крутой, самый топовый врач в частной клинике. Может, я думаю, 300 получать за работу. Да, конечно, может. Наемный работник. Просто какие еще есть профессии? Самый гениальный, просто охуенный строитель, там, архитектор, еще кто-то. Может работать именно на зарплату 300 тысяч? Вот, блядь, да я не знаю, чуваки, можно же проще сделать. В Яндексе вбить работа с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. Именно работа. Зарплата от 300 тысяч. Ну, водителям это какая-то хуйня, мне кажется, полная. Водитель с личным автомобилем, типа. Ну, хотя, опять же, частный водитель, мне кажется. То есть, ну, водитель там какого-нибудь богача, наверное, может. Врач-косметолог. Ой, ну, не знаю даже, интересно самому. Управляющий. То есть, это не хозяин бизнеса, но, скажем, ты можешь работать управляющим. Я думаю, можно иметь. То есть, именно работать, ну, понимаете, на кого-то. Хотя еще есть самозанятость. Самозанятости вообще можно прекрасно, в общем, там, бесконечно зарабатывать. То есть, даже работая на работе, даже работая на работе, в России можно иметь 5 тысяч долларов в месяц. Что очень дохуя. То есть, я думаю, для того, чтобы жить в России хорошо, именно так, ну, хорошо. Даже, ну, даже, так скажем, прилично, неплохо. 60 тысяч, даже в Москве, вполне себе хватит, чтобы жить хорошо. Даже если, мне кажется, нет своего жилья, если ты снимаешь. 60 тысяч. Ну, я бы, я спокойно прожил бы, мне кажется. 60 тысяч в месяц, чтобы стабильные прям. Вообще отлично. Вот. При том, что мне даже из них надо будет отдавать половину, там, не знаю, за квартиру. Можно. А есть зарплаты 300 тысяч в России. Так в чем тогда, сука, проблема? Вот МакКлауд говорит, он считает, что 60 тысяч это нищенская зарплата тоже. Это не я просто считаю. Я считаю 60 отлично. Как бы, просто можно еще и больше. Есть зарплаты, именно зарплата. Если вот он в голове себе не может уложить, что получать деньги можно не только работая на работе. Можно создавать эту работу. Можно быть предпринимателем. Можно быть самозанятым. Можно быть... Ну, все, что угодно. Не знаю, блядь. Можно инвестором быть. Можно рантье быть. Да, получается. То есть доход, это не обязательно работать на работе. Именно честным способом можно получать доход. Для этого не обязательно работать на работе. Ему это в голове вот как-то не укладывается. Он считает, что получать деньги, это зарабатывать деньги. Это по-другому не может быть. Хорошо, ты можешь зарабатывать именно работая на работе 300 тысяч. Это есть Россия. Значит, если тебя не берут на такую работу, то проблема в тебе, а не в России. В том, что ты долбоеб, а не Россия плохая. Понимаешь? Если даже не про работу, ну, я не знаю. Компьютеры же есть сейчас у всех, да? То есть английский язык более-менее все могут выучить, находясь в России? Могут, конечно. Например, разработай игру для телефона. И начни ее продавать. Все, пожалуйста. Будь разработчиком игр. Просто обучись, начни делать. То есть вот почему я играю в какие-то вот казуалки сраные, да, допустим? И может быть из них есть какие-то сделанные именно российскими разработчиками ЕХЗ. Ты же можешь, если ты сделаешь годную казуалку, ты можешь ее продавать все, весь мир. На весь мир. Есть ведь наверняка даже и есть российские какие-нибудь игры, которые продаются на всемирный вообще рынок. Может быть такие и есть, просто их, ну, к сожалению, может там маловато. Да. Сделай. Вот, допустим, ты сейчас сидишь дома, нихуя не делаешь, видосы снимаешь. Времени у тебя полно. Вот обучись, сделай игру какую-нибудь. Все, продавай ее там, я не знаю, или на рекламе зарабатывай, на еще чем-то. Неужели невозможно миллион делать в месяц? То есть точно так же, как американский там сидит какой-нибудь разработчик игр, или китаец сидит, он сделал игру, блядь, какую-нибудь там, и фармит на ней, я думаю, миллион себе в одно рыло. Так же ты в России точно так же можешь сделать, миллион в одно рыло. То же самое, те же самые деньги, та же самая хуйня. Еще и налогов меньше. В Америке ты будешь, блядь, хуй в угору из-за того, что зарабатываешь, платить налоги, а здесь, да, блядь, 13 процентов, там, если оформишь как самозанятый, 6 процентов. Да, блядь, охуенно же. Вот, на, блядь, кто тебе запрещает? На, заработай миллион, заплати 100 тысяч с него, 130. И просто жируй. Просто, как, вот у тебя 870 тысяч остается на том, что ты разработал какую-нибудь санную игру один раз, и чуть-чуть ее поддерживаешь. Просто, блядь, жируй, как ебанутый. У тебя хлеб, батон хлеба стоит 20 рублей. Ты можешь каждый день приходить, жрать лобстеров в ресторане. Ты можешь путешествовать по всему миру. Ты можешь снимать лучшую квартиру в центре любого города. Просто лучшую можешь снять. Ну, понятно, там, есть квартиры за миллион в месяц. Или которые стоят миллиард, допустим. Такую, может быть, и не сможешь себе так позволить. Вот так легко. Ну, и нахуй она нужна, по сути. За 100 тысяч можешь снимать, за 200 можешь снимать просто какое-то жилье. Там, Марьяна Ро себе снимает за 200 тысяч хату. Двухэтажную. Все, ты можешь автомобиль себе взять, там, Porsche Carrera какой-нибудь, там, да, который 5 миллионов он стоит. Возьми в кредит, блядь, все. И ты его легко потянешь, легко выплатишь. Либо просто подкопи. Ты сможешь накопить и купить себе за наличное, не знаю, хоть 3 автомобиля, хоть что угодно. Просто, блядь, вот, пожалуйста, вот тебе вот такая вот идея. Как можно... Эм... Зыть в странной Рашке, блядь. В странной Рашке у всех, блядь, в кого ни плюнь. У всех есть компьютеры, у всех есть какие-то телефоны даже, на которых там что-то можно. Айфон тоже там полно у кого есть. Да. Есть те, кто прям, да, в полной в жопе и в нищете находится. Ну, я, блядь, смотрю на этих людей и понимаю, что большинство сами виноваты, к сожалению. Типа вот, блядь... Муж и жена, блядь, не знаю, жена-инвалид, муж-алкоголик и они 6 детей заводят. Никита Зетт, спасибо за раз. Посмотрим. Спасибо большое, Никита Зетт, за 50 рублей. Вот скажите, если муж-алкоголик, жена-инвалид, и они в однокомнатной квартире живут, в деревне, и заводят 6 детей, это государство виновата, что у них нет денег? Ну, так честно. Это вот государство такое плохое и виновата. А если, блядь, цыгане ебаные, которые, нахуй, привариваются к газу, там, воруют его и, блядь, плодятся и еще и требуют какие-то там... Ну, они получают точно так же материнский капитал. Они потом не будут работать. То есть у цыган... Ну, посмотрите фильм про цыган. Вот этот... Того чувака, который про экстрасенсов снял. Борис Соболев, по-моему, его зовут. То есть от цыган никому, ну, получается, вообще нет пользы. Борис Соболев, цыгане. Единственное, вот, цыгане, которые выбиваются в люди, это артисты. И все. Только артисты. Бремя цыган, вот этот фильм. Их невозможно практически заставить работать. Вот, то есть они плодят по 10 детей, получают материнский капитал, привариваются к газу, пиздят его, не платят за него. Не платят никакие налоги. Не работают. Не работают, блядь. Еще и воровством занимаются. Наркотиками, конечно, торгуют. То есть на этом тоже у них там можно фармиться. Но есть какие-то, там, более-менее какие-то там воннаби-работяги. Вот эти вот, допустим, вот два там жука. Вот это вот. Отец и сын. Оба наркотой барыжат. Вот была какая-то артистка, которая там рассказывала, что вот, цыганы все боятся, думают, что мы наркотой барыжат. Через три месяца ее поймали с наркотой. Получаю 35, снимаю комнату у приятеля в трешке. Мне хватает норм. Нормально. Просто работай и, ну, как-то можно. Музло по классике. Да, посмотрим обязательно. Спасибо большое. Я сейчас досниму промокляку. Зашел, а тут про цыган. Мое почтение, Нигузик. Да, пожалуйста. Вот. Ну, тут про цыган, как видишь, вот я это... В печальном ключе рассказываю. То есть... К чему я это рассказал вообще все? Вот кто, ну, скажем так, и вот они живут в нищете, цыгане. То есть нередко. Они живут просто в супернищете и ноют о том, как им плохо живется. В их случае кто виноват? В их случае им еще слишком хорошо живется. Типа они в школу идут впервые в... В тюрьме. В 30 лет бабками там становятся уже. Типа, блядь... И в случае Маклауда. В том, что он бедный. Россия виновата или он виноват все-таки? Просто, блядь, был бы ты нищим американцем, Маклауд, но ты бы ныл в Америке, что ты нищий. И что у тебя все плохо, и что Америка такое ужасное государство, и что Трамп петух. Ну вот потому что проблема не в стране, а в тебе. Если человек, вот допустим, если он пробивной, но он родился в Сомали, блядь, он родился. В Сомали, ты думаешь, нет? Ни одного вообще, вот не бывает такого, что ли, в природе? Ни одного человека в Сомали нет, который хорошо устроился. Есть там такие люди, которые подумали, типа, бля, хуйня, надо как-то, блядь, выкручиваться, надо как-то жить. Есть те, кто сбежал, я не знаю, из Сомали, наверняка. Из Северной Кореи люди бегут. И там, и в Северной Корее есть те, кто живет. Ну, есть вот прям самое дно. Всегда и везде есть дно, а есть вот, блядь, элита, грубо говоря. И есть среднячок, понятное дело. Всегда, в любой стране, в любой, блядь. В Зимбабве есть нищуки, вот у которых все супер плохо. Есть более-менее средние, а есть те, у кого все заебись. Вот в Зимбабве там, там есть, например, отель для туристов. У этого отеля, блядь, есть кто-то, кто им владеет. По-любому. Есть хозяин этого отеля. Который, скорее всего, хорошо живет. Есть те, кто работают в этом отеле. И получают какую-то зарплату. Есть эти, обслуживающий персонал. Работают те, кто вот лучше всех справляется. Лучшие. У лучших людей всегда все в порядке. У худших все всегда хуёво. И чем лучше все у худших, тем более левацкая, значит, страна. И тем хуже, на самом деле, в конечном итоге. То есть, чем вообще плох Советский Союз и СССР, и вообще любая вот эта вот, любая практически страна, в которой там социализм, коммунизм, попытки куда-то туда стремиться. Это Куба, это Югославия, это Северная Корея, это СССР, это, соответственно, к сожалению, частично сегодняшняя Россия. Это еще, может быть, какие-то страны, которые я не назвал. Какие-то азиатские, опять же. Вот есть там капиталистические максимально страны, Сингапур какой-нибудь, да. А есть, соответственно, левацкое дерьмо. Вот чем эти страны, то есть, что в них плохо? Тем, что там пытаются, Венесуэла, блядь, там сраная, там пытаются сделать уравниловку. То есть, хотят, ну, как бы хотят, чтобы все жили средне-нормально. По факту все живут хуёво, и от страны, ну, то есть, просто у людей нет мотивации быть крутыми. Вот, не знаю, Маклауду надо, наверное, посмотреть фильм «Атлант расправил плечи». Вот что-нибудь такое. То есть, чтобы он понял, что мир держится на Атлантах, на единицах. Вот есть, как бы, биомасса в основном, да, а есть, соответственно, единицы тех, на которых вообще все держится. И если тем, на ком все держится, вот этим единицам живется хуёво, потому что государство, блядь, отбирает у них их ресурсы и делится между бомжами, потому что за их счёт минимальный размер оплаты труда, блядь, не 11 тысяч, а 20 тысяч, за чей счёт-то в итоге это будет? Потому что, блядь, несправедливость, то, блядь, я такой, я всё с детей родил, а у меня, блядь, зарплата 50 тысяч, а он, блядь, не знаю, песенки поёт, у него 500. Вот когда такая хуйня начинается, всё гниёт, блядь. И вот из-за того, что так и было, из-за этого в России, то есть из-за того, что всю интеллигенцию порешали к хуям собачьим совки ещё тогда, в 17-м году, что произошло? То есть Россия была, российская империя, да, была страной, где, понятно, да, очень хуёво жилось бомжам. И то, ещё до того, как начался совок, уже отменили крепостное. Можно же было потихонечку вводить эти социальные, там, какие-то меры, реформы, да, там, и так далее. Уменьшать, понятно, то есть, когда человек должен работать 15 часов, да, это, наверное, ну, пиздец плоховато. Можно было как-то, соответственно, то есть потихонечку начать что-то с этим делать. Но они же, блядь, убили просто, нахуй, расстреляли, уничтожили к хуям собачьим, всю интеллигенцию. Или прогнали из страны. Что произошло? В России были поэты, в России были писатели, в России были художники, в Российской империи, в России были композиторы. До сих пор то, чем мы сегодня гордимся, это в основном те, кто либо родился в империи, либо вообще в империи что-то и делал. То есть все величайшие художники, это тех времён, того ещё, 19-го века, Пушкин, Хуюшкин, блядь, там, Лермонтов, я не знаю, кто ещё там. Айвазовский какой-нибудь там, я, ну, боюсь наврать, я не помню, кто когда жил. Были, конечно, сейчас даже посмотрю, были, конечно, исключения, конечно, какие-то, да, то есть которые, там, и, ну, там не знаю, какой-нибудь Булгаков, предположим, да, то есть который в Советском Союзе вроде как в итоге что-то делал. Ну, причём Советский Союз его и душил, блядь, и не давал ему издавать самые интересные его какие-то произведения и так далее. То есть и сегодня, сегодня что происходит? сегодня в России хуёво с музыкой, хуёво с, эээ, литературой, хуёво с, эээ, бытовой техникой, хуёво с автомобилями, хуёво с порнухой даже, блядь, с порнухой. У нас, блядь, самые красивые женщины в мире, и у нас, блядь, хуже всего с порнухой. Наши бабы едут в Чехию, блядь, чтобы сниматься в порно. И плохо это потому, что до сих пор, спустя 30 лет после развала Советского Союза, до сих пор люди маклауды, блядь. Если быть честным, не совсем. Да, всё не ужасно. И именно потому, что, блядь, оно потихоньку начинает исправляться. Оно хоть как-то, хоть наконец-то, хоть вот, то есть, ещё в конце Совка уже начало, как бы, с Запада что-то просачиваться, и хоть как-то, что вот, ну, хоть что-то уже начало приличное, там, как-то вот, формироваться, появляться. С горем пополам, что. Хоть уже автомобили, хоть какие-то уже, вот, пошли. Уже, там, хоть телефоны какие-то, вот, мы начали делать. Хоть какая-то музыка. В одного жухи пошли. Блядство собачье. Ну, сейчас, в общем, проверим. Блядь, говно. Говно, 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 говно. Говно, говно. Сейчас, короче, поправим. С паузы забыл снять. Почему, значит, Америка такая богатая страна? На самом деле. Потому что в Америке куча людей, которые приносят пользу всему миру. Потому что там создатели Гугла. Спасибо, Леонид Хеллскрин, с донатом. В росте моего канала большую роль сыграло как качество контента, так и качество звука и картинки. Все это стоило времени и усилий. Ну, а над ростом моего анала поработал Алекс Найт. Спасибо огромное, Леонид Хеллскрин, за 25 рублей сердечком. Спасибо. Так вот. Маклауд думает, что причиной, ну, короче, что то, что Америка такая крутая и, типа, следствием того, что Америка крутая является то, что в ней есть создатель Гугла, создатель Ютуба, создатели лучших сериалов, создатели всей хуйни и так далее. На самом деле Америка крутая именно благодаря этим людям, именно благодаря лучшим музыкантам, благодаря лучшим актерам, лучшим сценаристам, художникам, писателям, которые со всего мира... То есть Америка создала у себя такие условия, да, грубо говоря? Сука, иди нахуй, не жухни, я твой рот ебал, блядь. Ютуб обоссаный. Блядь, в рот ебал, сука. Мандит все-таки. Ну, короче, как-то он хуёво. Я сейчас попробую еще раз поправить. Педрила, блядь. 2600 показывает. Должен 6 тысяч выдавать. Вот, 6 тысяч вроде, начал выдавать. Были дворянами, могли рисовать и писать в свое удовольствие. Понятно. Ну, тем... То есть, тем не менее, они что-то делали. Они рисовали и писали, и это имело художественную ценность, всемирную. То есть, ну, в Российской империи, да, было вот, ну, не до конца справедливо, конечно. То есть, социальные реформы были нужны. Нужно, чтобы из грязи можно было подняться в князи, чтобы можно было образование получать силюкам тоже ебаным. Сука, блядь, опять мандит? Я охуеваю. Сейчас, ребят. В общем, YouTube что-то сегодня решил охуеть и заебать меня, блядь, до смерти своими лагами. Я надеюсь, что вот... Ну, если вот эта вот хуйня, которую я сейчас сделал, не поможет, то, видимо, уже сегодня ничего не поможет, к сожалению. И будут лаки. Больше... Просто нечего делать. Спасибо, Ник Кузик. Не смог не заказать цыганщину КТТПС. Посмотрим, спасибо. Слеж, слеж, яута, точка бы, слеж, сейчас я скиплю, с твоего позволения. Спасибо большое. Так вот... Во-первых, ну, для этих людей были созданы все условия. Во-вторых, их там уважают и поддерживают. И, собственно... Да, насчет того, что все были лицеисты, гимназисты, куда бичам был путь заказан. Ну, образование надо давать, конечно. Ну, сейчас у всех бичей есть интернет. Сейчас у всех бичей есть... Это самое... Свободное время. Вот. Сейчас у всех бичей есть, блядь, там даже пособия какие-то, саные платят, еще что-то. Сейчас-то в чем проблема? Тогда, реально, у людей... Вот, ну, если ты работаешь, блядь, за станком 15 часов и 8 часов спишь, у тебя времени не было. И нельзя было, да, ни бизнес открыть, ни саморазвиваться, ни поучиться, ничего. Сейчас вы что делаете, блядь? Сейчас хули делает Маклауд. Он дрыхнет 8 часов и хуй пинает еще 16. То есть, тогда, там, я не знаю, люди, которые реально работали, которые, вот, блядь, пахали, блядь, как проклятые за ссаные копейки, вот, они возмутились, блядь, настолько, что убили куям, блядь, царскую семью и разогнали интеллигенцию. Ну, в итоге, как оказалось, это было излишне, это было хуево. Но они хоть, ну, какое-то моральное право мандить имели, потому что они реально, там, блядь, пахали, как проклятые и, там, стало хоть как-то получше немножко. Да. Для них. Для них. Но, как оказалось, что... Ну, короче, блядь, это... Одни мудаки сменили других мудаков. Вот что, на самом деле, произошло. Может быть. Именно тогда, в 17-м году. Просто одно мудачество сменилось другим таким же мудачеством, к сожалению. А сейчас все начинает налаживаться на самом-то деле. Наконец-то, блядь, что-то начинает как-то налаживаться в России. И действительно становится с каждым годом, блядь, все ноют, что ой, втюговну, говну, блядь. Да, блядь, с каждым годом становится лучше. Больше возможностей. Да, возможности приходят с Запада. Да, спасибо огромное западным странам, там, за, не знаю, за YouTube, за стримы, я не знаю, за еще какую-то хуйню. за спрос, там, и так далее. За системой их, которую можно сегодня перенимать, за и так далее. Но сейчас как раз вот есть действительно, ну, множество социальных лифтов из грязи в князе можно подняться. Или из грязи в среднячок хороший можно подняться. То есть самое прекрасное время. Блядь, и, сука, сидит Маклауд, блядь. На Западе лучше, блядь, да на Западе лучше, потому что там, нахуй, дохуя людей пиздатых. А в России все, как ты, понимаешь? В России один я пиздатый, и все, как ты, блядь. В России пиздатых людей, которые реально, вот, ну, ценные, полезные. Их раз, два я обчелся, их нет, блядь. Не знаю почему, честно, не ебуну почему вот так получается. Может, в совок у всех в голове, блядь, все коммунисты, блядь, все ноют о том, какая страна ужасная. Вместо того, чтобы, блядь, пойти и сделать что-то, блядь, такое охуенное, чтобы весь мир обосрался. Хоть кто-нибудь, блядь, сделал такую вот песню. Вот, little big, блядь, вот, сука, вот, все, вот вся надежда. Вот они сделали что-то такое, что вся Европа прется. Да? У них вот что-то как-то вот начинается. Ну, хоть кто-нибудь бы, блядь, да? Да даже я. Я вот, я чисто на, можно сказать, на русский язык, считайте, вот работаю. Только вот единственное, что пара литовцев, может быть, мне донатят. И пара эстонцев. Только вот этим я полезен для страны, для экономики и так далее. Но я хотя бы, я полезен вот для, для моих донатеров. То есть они меня ценят по каким-то причинам. Я не знаю. Спасибо вам, ребята, огромное и так далее. Но, блядь, хуева гора людей. То есть у нас очень мало, на самом-то деле, очень мало недолбоебов просто относительно той же Америки. Вот и все. В этом вся хуйня, блядь. Или любая Европа. Словения, Словакия там, или какая-нибудь такая страна. Блядь, да у них там есть бытовая техника, я не знаю, вот горение, допустим, чья фирма. Считается, так, фирма горения. У них два миллиона людей населения. Словения, да, по-моему, Словения. Два миллиона населения человек, и у них есть вот эта контора, которая 95% идет на экспорт. То есть это элитная считается бытовая техника. Да? Плюс в Словении есть там, я думаю, ну, короче, они на экспорт хуячат всякое. То есть, я думаю, кроме бытовой техники у них там еще что-то есть. Не знаю, музыку стопудовую какую-то делают там, наверняка. Может, порнуху снимают. Ну, короче, бля. А, лайбах, кстати, оттуда, да, ведь, по-моему, тоже же из Словении. Ну, блядь. Короче, Маклауд, вместо того, чтобы сидеть и ныть, какая плохая Россия, какая хорошая Америка, ты, то есть, когда в России будет хорошо не тогда, когда Путин уйдет. Не тогда, когда мрот будет 30 тысяч. Не тогда, когда, не знаю, блядь, отнимут бабло у какого-нибудь олигарха и бомжам вроде тебя его кто-нибудь раздаст. В России будет хорошо тогда, когда таких, как ты, людей просто станет меньше. потому что они либо, блядь, попередохнут, либо, соответственно, исправятся и начнут рассуждать по-другому. Возможно, этого никогда не будет. Но виновата в этом не власть. И наоборот, Путин уйдет ровно тогда, когда таких долбоебов, как ты, будет в меньшинстве. Когда люди начнут работать, понимать там что-то в той же экономике, перестанут надеяться на, ну, то есть, ныть про государство какое оно плохое и так далее. Вот тогда-то и будет хорошо. А не наоборот. Вот тогда и будет, как в Америке, и лучше. Дарья Захарова, да, добрейший вечерочек, как говорится, мое почтение. Мы тут реакцию на Маклауда делаем. Вот блин. Ну, если верить президенту, опять же, то я тоже был средним классом. Это точно. Как минимум. Средним классом, да. А то даже повыше. Ну, странно все это. Я не знаю, как бы, что-то сказать еще. Но это просто вранье, наглая ложь. Ну, просто смотря что считать средним классом. То есть, судя по всему, да, такое определение слова средний класс тоже есть. И по этому определению ты был средним классом. Да. помимо господинга. Ну, по такому определению я средним быть не хочу. То есть, если средним считается, то есть, как, ну, как это сказать, обычный, да, грубо говоря, то я не хочу быть обычным. А если средний класс считается, типа, не миллионер и не миллиардер, но у которого все неплохо, ну, вот такой средний класс, да, вот я бы хотел в нем оказаться. Госпереворота, который он сейчас осуществил, да, осуществляет, это изменение Конституции, ну, это госпереворот, это узурпация власти, ну, происходит, ну, и вот так вот он троллит россиян сейчас, что там средний класс, вот, а что, на 12 тысяч, шиканем, да, шиканем на 12 тысяч, что, это оказывается, вот в полтора раза выше, это уже средний класс у нас. Ну, здорово, здорово, отлично, браво, блядь. Да, ставьте туманчики вверх, конечно же, подписывайтесь на канал, здесь была только истина. Сейчас кризис, и мне несколько не до гитары, но сегодня у меня будет занятие еще, вот, нужно провести урок, так что как-то так. Он теперь учителем гитары стал? Пиздец. Так, дальше у нас будет видос, как жить без креветок. В общем, спасибо за это, кто там у нас задонатил-то, бич из США. Ребятки, ну, собственно, не знаю, донатьте, в поддержку этой хуйни, видос заканчиваем, стрим продолжаем, и перед тем, как смотреть следующий видос, я думаю, мы посмотрим донаты, которые были. Все, мое почтение.